Я был обычным парнем. У меня были друзья. Учился в престижном универе. Все в моей жизни было хорошо до поры до времени. Этим летом я сломал ногу, возвращаясь с друзьями после рыбалки. Упал с крутого склона. Казалось бы, обычный перелом, но обнаружилось, что в области поясницы у меня смещен один из позвонков. Врач сказал, что мне еще повезло. Мол, парень, ты легко отделался и добавил. Последующий месяц ты проведешь дома. А мне чертовски обидно. Последний месяц каникул, а я должен сидеть дома, как на привязи. Но лечение есть лечение. С данного момента, день за днем, сутки напролет я сидел дома. Жил я в спальном районе. И эта скукота медленно, но верно сводила меня с ума. И вот однажды в один прекрасный день, когда я сидел и пил чай, в дверь раздался звонок. Я без колебаний открыл дверь, за порогом оказалась горбатая старушка. Очень милая с виду, которую я никогда в жизни не видел. Она попросила стакан воды. Я доковылял на костылях до кухни, налил стакан воды, вернулся, а старушке и след простыл. Я думал, не дождалась. Закрыл дверь, зашел в свою комнату, включил плеер и стал слушать музыку. Сон подкрался незаметно. Мне приснилась эта горбатая бабка. Она находилась в моей квартире и стояла в конце коридора. Глаза были выпучены, и ее бешеный взгляд был направлен прямо на меня. В этот раз она не была так приветлива. Она открыла пасть и стала что-то губнить. Медленно приближалась ко мне. Ее седые волосы опадали прямо на глазах. В этот момент я стоял в дверях в комнату и с каждым ее шагом чувствовал приближение чего-то жуткого. Я захлопнул дверь. На дворе наступила ночь. Очнулся от дикой боли в пояснице и в ноге. Как будто пилой провели. Я вскрикнул, кое-как добрался до ванной, чтобы умыться. Достаю зубную пасту, щетку, начиная чистить зубы. Умылся, убирая пасту и щетку. Взглянул в зеркало бы на шкафчике, а в зеркале, прямо за спиной, та бабка стоит. Смотрит прямо на меня и тянет ко мне свои старые, грязные, кровавые лапы. Рожа кривая до ужаса. Бледная, пасть открытая. Из пасти торчат желтые клыки. Изо рта течет какая-то слизь. Пустые глаза, выпученные наружу. Создавалось впечатление, что они сейчас лопнут. Я от страха потерял дар речи. Резко оборачиваясь, никого. Тут же забыл про боль в пояснице. Добрался до своей комнаты. На часах было три ночи. Включил свет. И просидел так до самого утра. Утром позвонил другу. Попросил его прийти переночевать. Он согласился. Уже через полчаса он был у меня. Я рассказал ему, что произошло. Как я и ожидал, он объяснил это тем, что я сижу тут, заперти. И эта атмосфера давит на меня. На улице стемнело. Меня потянуло в сон. Друг лег спать рядом на полу. Заснул и вижу тот же сон. Коридор. А в конце коридора та бабка. Она уже ближе, чем вчера. И вот-вот схватит меня. От нее жутко разит тухлятиной. Она широко открыла свою пасть. И вдруг, неожиданно для меня, она проскользнула мимо меня в комнату. Я бросился за ней и вижу, как она схватила друга. Создалось впечатление, что она своим поганым ртом впилась в его губы. Я пытаюсь помочь ему, но не могу. Меня парализовало. Проснулся от резкой боли в спине. Сразу пытаюсь разбудить друга. Не получается. Я начинаю трясти его за руку. Она еще горячая. Огонек надежды промелькнул у меня. Переворачиваю его на спину, чтобы сделать искусственное дыхание. На его, уже посиневшем и совшем лице, застыло выражение ужаса. Не описать словами те чувства, которые я испытал в тот момент. Приехала скорая. Констатировали смерть в результате внутреннего кровоизлияния. Я до сих пор броню себя. А я ведь мог спасти его, захлопнув вовремя дверь в комнату. После той ночи кошмар закончился. Но жизнь моя пошла наперекосяк. Меня затаскали по судам, обвиняя в убийстве. Однако меня оправдали. Друзья стали остерегаться меня, а из универа меня отчислили. Насчет той бабки, я не знаю, что это было и почему она выбрала моего друга, а не меня. Но одно я знаю точно. Если в один прекрасный момент к вам в гости пожалует милая, неизвестная вам бабка и попросит либо стакан воды, либо что-нибудь еще, пошлите ее куда подальше. Субтитры создавал DimaTorzok